Привет! Мобилизация в Украине продолжается и Верховная Рада работает над тем, чтобы расширить перечень лиц, которые не подлежат мобилизации во время военного положения в Украине. И вчера, 18 июля, был принят за основу законопроект 7352, которым предлагается внести изменения в статью 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Давайте обратимся к тексту этого законопроекта и посмотрим, что же там нам предлагает Верховная Рада, какие категории мужчин не будут подлежать мобилизации согласно этого законопроекта. Итак, первое, что мы видим, это науковые, науково-педагогичные и педагогичные работники за умови, что они работают в науковых установах и организациях, в закладах вищей, фаховой, передвищей, профессиональной, профессиональной, технической или загальной средней области за основным местом работы и не меньше, как на 0,75 ставки. Вот здесь, конечно, вы можете спросить, стоп, а что же здесь нового? Ведь мы и так давно с вами знаем, что педагоги не подлежат мобилизации. Но здесь на самом деле есть существенное изменение, которое, безусловно, уже успели заметить те педагоги, которые сейчас смотрят это видео. А дело в том, что отсюда убрали требования о наличии у такого работника ученого звания либо ученой степени. То есть на сегодняшний день все люди, все научно-педагогические работники, научные работники, педагогические работники, все они освобождаются от мобилизации при условии, соответственно, что они работают в соответствующем учреждении, и это является для них основным местом работы не менее, чем на 0,75 ставки. Требование для них иметь ученую степень либо ученое звание снято. Безусловно, нам, в принципе, понятно, почему так происходит, да, потому что государству интересно, чтобы образовательный процесс был сохранен и продолжался, и чтобы работали школы, работали техникумы, работали университеты, академии и прочее. И вот для того, чтобы обеспечить образовательный процесс в стране во время военного положения и дается такое освобождение от мобилизации этим людям, потому что именно благодаря этим людям может, соответственно, сохраниться сфера образования и сфера науки в Украине во время войны. Итак, мы разобрались с первой категорией лиц, которых Верховная Рада предварительно освободила от призыва в армию во время мобилизации, и переходим ко второй категории. Здесь мы поговорим о законопроекте 74-81, он также вчера был принят за основу, и этот законопроект тоже предлагает изменить 23-ю статью закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И вот давайте посмотрим, а что же есть в этом законе. Какие категории лиц теперь не будут подлежать мобилизации, если этот законопроект примут. Что мы здесь видим? Что не будут подлежать мобилизации? Женка это человеки, чьи близкие роды, чьи человек, дружина, сын, донька, батька, мати, дядь, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. О чому эта статья? О чому этот абзац? Как мы видим, смысл его заключается в том, что если в семье кто-то погиб или пропал без вести, то больше из этой семьи мы никого не можем призывать, Потому что семья и так понесла уже утрату. И призыв на службу в армию очередного члена семьи, ну по сути такой может совсем уже губительный для семьи, потому что мы говорим уже о таком своего рода вымирании семьи в этом случае. Безусловно эти люди смогут призываться, приходить на службу в армию добровольно, но подчеркну только добровольно. Призвать их, если этот законопроект будет принят, мы их уже не сможем. Еще раз хочу отметить, что мы говорим о законопроектах, которые приняты за основу. То есть на сегодняшний день они еще не имеют статуса закона и соответственно эти люди еще не освобождены от мобилизации. Потому что это произойдет только в том случае, если Верховная Рада примет их в качестве закона уже, вот эти законопроекты, их подпишет президент и они будут опубликованы. И вот с того момента данные правила начнут действовать. А пока это только законопроекты. Друзья, если вы считаете, что данное видео является полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им, подпишитесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе новостей касательно мобилизации и военного положения. С вами был адвокат Олег Лукьянчиков, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и конечно же мира. Пока!